всем привет дубки на связи выгоняю коров и бывают такие дни аж голос был это бывает конечно очень редко только коровы как будто бы обезумевают ведут себя просто неадекватно вот сегодня был как раз такой день я не могу догнать их до выпаса вот не могу они разбегаются они кидаются жрать как будто бы их прям вот голодом морили они только вышли есть они сразу кидаются жрать хотя сейчас трава хорошая вчера они пришли с наеденными боками все нормально и сегодня я их выгнал даже раньше чем обычно гораздо раньше прям кое-как вообще не идут разбегаются их не могу собрать в кучу они рассыпаются кто куда соответственно мне приходится между ними бегать подгонять а про подогнал несколько метров одну тут же остановилась та от которой ты только что отошел короче я оборался обматерился обхлестал их мысленно уже всех переработал на колбасу сдал там на головешке просто ненавижу и прям вот призираю смог догнать только в одну вечерку привязал сейчас вот возвращаюсь за ночкой ночка но ночку я не привязываю на так ходит между ними а бык с тёлкой остались вообще около врага разбежались в разные стороны но бык побежал на гору там где насыпали свежую землю там лебеда растет тёлка убежала куда-то вдоль оврага в улицу но это вообще в разные края как будто бы обезумевшие я не знаю просто все вот именно эти годы всем четверым как будто моча в голову ударила так тёлка вот из-за бугра вышла чё гнида иди сюда я хочу ее вообще продать ну бык да вон около любит и пасется иди сюда что-то там один делаешь дебил но еще естественно она не дается привязываться потому что я на них орал билых иди сюда стой стой стоять просто какой-то ужас вот такие вот веселые исключения бывают эти пытаюсь их собрать согнать в кучу чтобы всех вместе гнать на место это вон ломанулась в бок и побежала не слепней никого у нас нету сейчас нас вообще практически нет вот так вечером когда утихает ветер появляются комары а так вот насекомых чтобы им досаждали и заставляли их так носиться у нас нет это вот швея или шлия под хвост попала не все так придут так бык стой не привязывались я тебя сейчас здесь привяжу айтовцу так вот он видите идет тащит за собой веревку вот она волокется но несмотря на такие зачастую негативные моменты в нашей жизни я все равно пока могу пока стараюсь видеть в ней что-то прекрасное что-то для себя интересное так как такое случается довольно редко но вот в этом сезоне пока первый раз хотя уже грубо говоря пол сезона практически отпаслись и вот сейчас настал такой момент которым хочется не только насладиться но и хотя бы косвенно хотя бы визуально скажем так поделиться цветением липы у нас вот этот овраг который идет довольно протяженный в нем очень много лип и сейчас массовое цветение аромат стоит просто неимоверный особенно вечером особенно в этом году мне кажется такого аромата я не слышал никогда я вот даже в некоторых чатах не помню в каком вечером шел на дойку с бидонами с водой и говорил что ребята так ароматно липа у нас еще не цвела никогда эти вербеник видите про который я вам говорил что он агрессор люди его из дворов из цветников высаживают сюда вот в посадке засвечивает вот она вся стоит вся усыпанная в цвету сейчас в жару аромат не такой вечером просто просто с ног сшибательный грубо говоря вот от этого оврага мой дом через два через два-три дома и если ветерок дунет в мою сторону это просто великолепно круто вот это молодая липка на засвечивает очень сильно вам зашла здесь самосевом и по сути вот эти все вот березки елки вон туда дальше там абрикосы всякие черемухи смородины посажены это вот люди с этой улицы сажают чтобы зеленая зона была чтобы побольше было зелени более красиво здесь было находиться из тропинка вот идет короткий путь чтобы не в обход через плотину а вот через овраг люди ходят и облагоустраивают облагоустрают благоустраивают облагоустраивают место где живут как говорится не место красит человека человек место и вот эту эти липки зашли и их огородили колышками чтобы когда косят здесь траву чтобы их не скосили и вот буквально пару-тройку лет тут все-таки вода влажность и такая красотка уже выросла так еще отвечу на один вопрос про мои футболки тоже очень часто спрашивают где я беру футболки они такие яркие это я футболки уже много лет покупаю в магазине катон я не знаю возможно есть и интернет магазины у нас саратове катон в торговом центре тау на третий дачный в торговом центре ну торговый центр тау и в нем есть магазин катон это натуральная ткань хб она очень дышащая носка вот этой футболке пять лет она как новая футболки там недорогие в пределах тысячи ну вот они смотрите и принты на них классные и они и башка они дышат реально ну я считаю хорошее качество утки которые остались у меня на племя два гнезда черные это американская порода уток каюга в начале яйцекладки у них они несут черные яйца постепенно они приобретают серый цвет но последующие яйца но потом они несут уже обычные белые яйца как обычные простые утки такие вот они на свету вот видите шею у них приобретают такой зеленоватый отлив очень красивые особенно если утки накупаются или где-то на реке на воде вообще красавицы неимоверные ну а вот эти вот светлые утки это хохлатые на украине в украине они считаются украинские хохлатые у нас в россии русская хохлатая ну а в принципе просто хохлатые утки считается что хохлатость это дефект на голове у них имеется некое уплотнение грыжа и вот эта грыжа она обрастает перьями и собственно хохолок от этого и образуется считается чем крупнее хохол тем меньше по размеру утка но в принципе если отбирать и по размеру хохла и потом еще всех уток перед забоем перевешивать и на племя оставлять самых крупных то как бы таким образом отбор вести можно и постепенно конечно скажем так само собой вот это измельчание данных уток происходить будет но это как бы неизбежный природный процесс как я говорю природушка сама себя чистит то есть это когда считается дефектом и природа делает так чтобы эти ушки были не конкурентоспособны ну соответственно были меньше размером всем вечернего дубковского здрасте что там не видно меня да ну короче это у меня маленький подойник для козьего молока вот тороплюсь сейчас должны приехать за козьим парным молоком ну вот так вот некоторые клиенты хотят брать именно парное хотят так хотят поэтому приходится делать такой перерыв вообще в один большой бидон у меня от трех коров молоко не умещается он на 23 литра хочется нести два бидона и в общем что два бидона несу сначала коровье молоко а потом возвращаюсь за козьим а если у меня нет заказа на козье молоко то я его иногда выливаю в коровье молоко и все идет на совместную сепарацию вечерние дубки а 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